И вот потом он здесь поднимает очень интересную идею. То есть это с третьего по седьмой стих. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Здесь есть две важные мысли. «Он говорит, что все здесь происходит от Бога». Первая идея, она приходит с мысли, что все от Бога, он контролирует все, что происходит в истории. А другая мысль, нету ничего случайного. И говорят, нету удачи, счастья для Израиля. Но есть над нами контроль. В истории Израиля нету случайностей, которые просто происходят. Все направляется в чья-то рука. И этот стих говорит, «Двое не пойдут вместе, если не сговорятся». И если лев в лесу один, и он поднимает голос, то у него для этого есть причина. И даже птица, которая попадает в западню, этому есть причина, почему она попала туда. Все взвешено и на все есть причина. И очень важно, чтобы мы, живущие в Израиле, могли этот принцип воспринимать, понимать, что кто-то стоит за всем. В 60-х годах, когда я учился в университете, Раздавали студентам такие пачки таблеток, пилюль. Нет, глюют, глюют, посткарт. Прошу прощения, открытки. И там были адреса написаны. Сырцы Сион. И там были адреса узников Сиона. И там были адреса людей, которые в бывшем Советском Союзе учили, преподавали иврит, и за это подвергались преследованиям. И мы должны были бы на этих почтовых открытках, чего-то написать этим людям, чтобы просто ободрить их, написать им чего-то. И весь народ Израиля прекрасно представлял силу этого железного занавеса и молился, чтобы один день этот занавес упал и раскрылся. И в 70-х годах иногда этот занавес немножко приоткрывался, и маленькое количество евреев из бывшего Советского Союза вырывалось сюда небольшими группами. И было нам невероятно сложно даже поверить, что придет один день, и этот железный занавес просто свалится и рассыпется. Мы писали эти открытки, молили, спели песни. Но на самом деле не верили, что русский медведь когда-нибудь возьмет и откроет эти двери. Но тот, кто читает Амоса Пророка, он очень четко понимает, что в истории кто-то что-то направляет. И есть причина, и есть результат, к чему все двигается. Поднимает голос лев, кто не испугается. Когда Господь приближается, то начинают пророчествовать и говорят, и голос пророчества слышен везде. Я вам расскажу, почему Амос говорит об этом. Мы скоро подойдем к 7 главе. Коэн Гадоль, который церствовал в то время и руководил храмом. Он говорит к Амосу, тыщет. Мы не хотим слушать тебя. Он подходил к Амосу и говорил, Закрой рот свой и не пророчествуй нам здесь. Мы тебя слушать не хотим. И именно поэтому Амос как бы подготавливает почву и заранее говорит такие слова. Может ли просто так лев рычать в лесу? И что, никто не услышит его? Когда Господь говорит, И я пророк, я обязан начать говорить, потому что он меня подталкивает к этому. Нет выбора у пророка. И в 17 главе у Иезекииля есть подобная мысль. Пророк это тот, который есть, наблюдающий или стоящий на страже на стене. И если он видит, что он передадет, он должен показать им. И если он не видит, то он не перейдет. Он поднял на стражу, видящему врага, который приближается, обязан поднять тревогу и призвать спасение. И если он не видит, то этот страж, или этот пророк, в данном случае, будет наказан Богом. И он сейчас происходит к его шкенам. И вот обращение к нашим соседям, говорите в Азоте или в Ашдоде, говорите в Самарии, идите посмотрите, что произошло в Самарии. И посмотрите на великое бесчестье, бесчинство в ней и на притеснение среди нее. И там они говорят, вот там посреди Самарии люди обобранные, обкраденные, не умеют поступать справедливо, в насилием и грабежом собирают сокровища в чертоге свои. И повторяюсь, не умеют поступать справедливо, занимаются насилием, севрита Хамас, насилием и грабят сокровища и собирают свои чертоги. И как будто он поднимает такую мысль, никто не может достаточно заработать на своей работе. Но начинают воровать у народа. И за счет награбленного, наворованного выстраивают свои храмы. Но Бог смотрит на все это. И он видит притеснение и страдания. И в 12 стихе говорится, Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени и часть уха, так спасены будут сыны израилевые, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Бог, в конце концов, избавляет. Но это все равно, что вывозь у волка или у льва, который почти проглотил этого ягненка. И там снаружи торчат только две голени и немножко еще чего-то. Вытащит просто из пасти. И Исаия, он говорит это же самое, что он рассказывает несколько другим языком. И он говорит, как как будто головешка, которая вот-вот уже догорит. И ее раз и вынимают из огня, и таким образом, вот эта маленькая очурка как бы осталась целая и не сгорела до конца. Но все это все равно не защищает нас от того дня, в который Господь придет взыскивать. И 15 стих, это день Божьего посещения, когда Господь придет, и он с этими обогатившимися награбленным разберется. И говорит, поражу дом зимний вместе с домом летний. И исчезнут дома с украшениями слоновой кости, и не станет в многих домах, говорит Господь. Бета-кайт, ве-бета-хорев. Здесь он использует слова летний дом, зимний дом. Оп, слуха. Ве-батей-шен. Или дома, которые обложены драгоценным слоновой костью. Если вы пойдете навестить музей Израиля, то вы увидите. Археологи нашли. Это шен-ав, это шен-пиль. Они видели, нашли пластинки с слоновой костью, которые обкладывали дома в Иерусалиме. Роятим в доме Ахава Царя, там были очень красивые, из дорогого дерева, мебель, и она была обложена слоновей костью. Роим это в музею? Это можно пойти посмотреть в музей. И это вот просто невероятно, мы читаем об этом в тексте Амоса, мы можем за 150 километров от Хайфы поехать и посмотреть в музее в Иерусалиме о чем тут написано. Мы можем своими глазами удостовериться, что Амос действительно истинный пророк, и все слова, что он сказал, исполнились. И вот у них там были вот эти вот самые мебель обложенная слоновой костью, как точно слово в слово написано у пророка. А он видел это, а мы сегодня через труды археологов тоже все видим это. Моя жена здесь сидит среди вас. И я должен прочитать четвертую главу первой стихи. И здесь сразу говорю, это не говорится про мою жену. Слушайте слово это, телецы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай мы будем пить. И здесь рассказывается, как знатные дамы Самарона, и пророк их называет, телецы васанские, то есть они сидели в своем неге, и им подавали, и они там упивались, и плевали на бедных людей. И здесь пророк жестко говорит к распущенным богатым дамам. И обычно в стандарте, когда говорится о женщине, то предполагается заведомо, что она вот мягкая, она заботится о слабом, помогает бедному. Но здесь описываются богатые женщины Шамрона, и он говорит телецы васанские, только смотрящие в себе во благо, которые использовали бедных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok